Друзья, хотел бы порекомендовать вам канал моего подписчика и постоянного зрителя стримов Ара Торна. На его канале вы найдете не только прохождение практически по всем играм серии Total War, но в том числе и тест-драйвы юнитов. Ссылку на канал найдете в описании под видео. Обязательно переходите и подписывайтесь. Друзья, всем большой привет, с вами Диодан. Сегодня мы возвращаемся в Рим 2 Total War. Я вам специально показываю эту флотилию, которая находится в море, естественно. Я читал все ваши комментарии, все эти бугурты на протяжении четырех серий по поводу того, что я не заметил этот флот. Да, ребят, прошу простить, но я реально не знал, что здесь находится эта флотилия. А если учитывать, что серии были предзаписаны, соответственно, никак я не мог ее заметить. И когда я читал комментарии, я такой, да, чуваки, чуваки, я заметил, я заметил. Ну ладно, в любом случае возвращаемся мы с вами на нашу любимую итальянскую землю. Как-то даже непривычно здесь, что отсутствует скверно-вампиров, которые я уже так привык в Total War Warhammer. Но проблемы у нас здесь все равно побольше, чем в Total War Warhammer. В частности, армия Вольков пришла к нам в гости. И теперь необходимо защищать Игеную. Еще один моментик, наверное, надо чутка потише сделать. О, господи. Уровень звука в игре. Гней, слушай, что ты можешь сделать вообще? Разлад в войсках и заказное убийство. Шанс 3%. Я думаю, да, брат, тебе тут, конечно же, ничего не светит. Ну, да, мне еще, естественно, писали по поводу прокачки своих агентов. То, что я делал, это немного неправильно. Опять-таки, надо перечитать ваши комментарии. Постоянно, когда ты прыгаешь между играми, забавные вещи, честно говоря, получаются. Ну, да ладно. Ну, что, по поводу Вольков. Как с ним поступать? Братья не находятся на ускоренном марше. В принципе, если мы с вами, к примеру, наймем себе большое количество наемников. Тех же самых хороших таких наемных коротких мечей. Ну, видите, 4 отряда. Это уже стоимость 2492. Ну, и давайте взглянем-ка мы с вами на армию Вольков. Посмотрим, кто это вообще такие. И, конечно же, вы должны помнить, что после того, как армия проходит на ускоренном марше, у нее теряется очень сильно боевой дух. Как видите, базовый боевой дух снижен. И основная армия это крестьяне-новобранцы. Надеюсь, что здешние отряды, которые стоят под вопросиком, это тоже крестьяне-новобранцы. У нас же есть с вами два отряда гастатов, немножечко левисов. Я думаю, все-таки нам не обойтись без наемных гальских легких садников. Поэтому давайте возьмем мы с вами... Даже два отряда нам получается взять. И вдобавок ко всему, наверное, возьмем себе еще наемных кельтских воинов. Вот так вот мы с вами берем свою армию. Ну, и надо нападать. Друзья мои, выбора здесь, по сути, нет. Ух ты, ух ты. Враг не заметил в вашу засаду. А нам здесь показывают, что битва будет очень лютая. Наемные короткие мечи, кельтские воины, крестьяне-новобранцы, легкие всадники, кельтские застрельщики. Ну что, попробуем? Мне кажется, сейчас будет очень весело. 1203 против 2100. Плюс у противника очень лютый генерал. Как бы здесь сейчас я не слился, честно говоря. Ну ладно. В общем, какой план на битву? Надо долбануть очень хорошенько, так, по наемным, по обычным крестьянам, для того, чтобы разбить хотя бы часть вражеской армии, чтобы она побежала. Конечно, напрягает меня три отряда кельтских воинов. Точнее, сколько тут, пять штук, которые могут нам, в принципе, дать неплохой такой отпор. Но сейчас вот мы с вами и увидим, что произойдет. Хотя балансер показывает, что битва будет очень жесткая. Ну, хотя, когда мы с вами боялись-то врагов. Минус то, что не очень хорошо здесь с вами видно. Итак, вот она, вражеская армия. Крестьяне-новобранцы находятся по центру. Сразу же мы с вами расположим здесь четыре отряда. Наверное, как будем драться? Гастатов пустим по флангам. Пусть они их здесь обороняют. Далее, кавалерия пока что сидит в лесах. Главное, чтобы ее тут не спалили. Далее, генерала нашего подводим опять-таки сюда. Ну и... и-и-и-и-и. Ну и сейчас, наверное, будем начинать. Ну что, ребятки, поехали. Сразу нападает, он начинаем. Гастатов ставим на фланги. Сразу полетели обстрелы. Генерала отводим по центру. Сейчас посмотрим, что будет налетать на нас легкие всадники. Далее, наших легких всадников попробуем долбануть с тыла по крестьянам-новобранцам, чтобы сразу их выбить. Ибо боевой дух не такой большой. Но правда... Ай, там кельтские застрелечки. Давайте мы с вами тогда, наверное, туда отправим, в том числе и своего генерала. Здесь же застрелечки пока что пусть стреляют по легким всадникам. Засада пошла. Правый фланг наш стоит. Так, если поставить на пробелы... Я, кстати, реально узнал о пробеле, только в Total War Warhammer очень многие мне рассказывали. Далее у нас остался еще один отряд, который я почему-то не использовал. Но пускай мы его тогда с тыла на крестьян-новобранцев. Отлично. Крестья и новобранцы колеблются. Начинают бояться нас. Хорошо. Но правда гастаты, часть из отрядов, очень сильно просели. Здесь же у нас опять-таки гастаты встряли против наемных гальских воинов. Давайте переведем сюда, наверное, кавалерию. Отлично. Отводим сюда конницу и кидаем ее на наемных гальских воинов, чтобы они начинали отступать. Далее, что у нас здесь происходит? Наемные знатные всадники. Подходят уже сзади наши очередные братюни наемные. Такс, хорошо. Гальские воины тверды, но сейчас должны начать отступать генерал тем временем. Неплохо так расправился. Бросаем еще на кельтских застреч. И здесь наемные гальские воины потрясены, но пока что стоят. У нас проблемы на нашем правом фланге. Отправляем туда на укрепление левисов, чтобы они просто сдерживали вражескую толпу. Отключаем им режим перестрелки. Пусть идут в бой потихонечку. И что у нас происходит? Да, отлично. Сломили мой противнику правый фланг. Далее, кавалерия. Кавалерия, кавалерия, кавалерия. Родимая моя тоже идет сюда. Сейчас главное еще здесь провести успешный чардж. Хорошо. Крестьяне новобранцы очередные колеблются. Конницы не дают врагу покоя. Генерал наш тем временем отлично расправился с противником. Но пока что они тверды. Так, что у нас здесь? Часть вражеской армии начинает восстанавливаться. Вторая кавалерия моя. Давайте снова отойдет для чарджа. Тем временем здесь... Ой, блин, вот присягнувший. Это, конечно, полная жесть. Когда мы с ним будем бороться, я думаю, большинство воинов у нас может погибнуть. Об эти отряды. Все мы прекрасно с вами помним, кто такие присягнувшие. Хорошо, заранее передводим сюда наших бойцов. Проблема, проблема, проблема с крестьянами новобранцами. Стоп, а там же еще где-то стрелки. Странно. А, они же отстрелялись, когда начинали чарджевать. Хорошо. Но вот надеюсь, что сломленные товарищи у нас здесь с вами возвращаться не будут. Генерал тем временем идет еще на кельских прачников. Могут они тут нам веселуху строить. Ну и все, потихонечку мы с вами перебрасываемся на наш правый фланг, на котором очень серьезные потери сейчас произошли. Конницу опять-таки отводим обратно. На присягнувших ее нельзя бросать. А крестьяне-новобранцы жаждут боя. Конницу отводим. Не хочу, не хочу, не хочу. И сейчас попробуем присягнувших просто с тыла расстрелять с помощью копии. Так, далее у нас там еще одни крестьяне-новобранцы вернулись в бой. Давайте-ка мне сюрприз тут устроим небольшой. На кельских прачников конница уже нападает. Да, собаки возвращаются обратно. Ой-ой-ой, наша конница сейчас так может просесть очень сильно. Идем на крестьян. Бросаем наши новые войска и па-па-па-па-па, стрелковые отряды пусть отходят. Пусть отходят, ребятки, еще вот так. И надо было ни в коем случае. Но и остается у нас получается только присягнувшие и кельтские воины, которые жаждут боя. Битва еще не выиграна, хоть и у нас преимущественно в нашей стране. Фактически у нас выбора нет, не было. Надо было идти в бой. Хорошо, подводим сюда еще и генерала. Далее второй товарищ умудрился разбить. Отправляем на поддержку против крестьян-новобранцев. И что, что, что у нас тут присягнувшие 114 человек. Ну, ай, наши, наши стрелковые отряды, к сожалению, побежали. Печаль, тоска. Сейчас конница и будем что-то придумывать. А там кельтские прачники уже возвращаются. Опять-таки еще один отряд крестьян-новобранцев. Удивительно, удивительно. Бафаем тогда некоторые из наших отрядов на боевой дух. И сейчас решаем, что там с кельтскими воинами. Вот собаки такие. Еще наемные кельтские застрелочники вернулись в сражение. У нас фактически остались только короткие мечи наемные. Далее всадники потихонечку начинают отступать. Здесь крестьян-новобранцев вроде как разбили. Появляется еще один отряд. Перехватывает нашу кавалерию. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там кельтские прачники. Блин, все, конницы потеряли. Так, с короткие наемные короткие мечи. Давайте на присягнувших. Вот присягнувшие это всегда камень преткновения. Потому что тут еще находится добавка всего. Вражеский генеральский отряд. И пока мы с вами его не выбьем. А наши наемные короткие мечи уже начинают дрожать от врага. То есть видите, насколько мощный отряд присягнувших. Какой он все-таки лютый баф дает своим армиям. И наши здесь реально уже начинают проседать. Давайте подведем еще один отряд. Потому что там сейчас тыло. Произойдет заход. У нас 44 секунды до зарядки способности. Мы с вами кидаем генерала по центру. Уже два отряда наших начинают бунтовать. И подводим мы с вами на крестьяновобранцев. Один отряд начинает убегать. Господи, неужели Диадан Стайл произойдет? И битва сольется? Такс, такс, такс. Братюни, братюни, братюни. Тихо, 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 тихо. Да, крестьяновобранцы уже рядышком. Затыкаем врагов тут с двух сторон. Еще одни крестьяновобранцы. Обидно. Обидно на самом деле терять сейчас эту армию. Но походу это поражение. Банально не смогли сломить присягнувших. Да, то есть фактически вся армия была уничтожена. Но присягнувшие остались. Да, досадное поражение. Тяжелая победа врагам. Но потеряли они 1473 человека. Очень хорошие наемнички. Конечно же, наемные короткие мечи. Да и кавалерия здесь неплохо затащила. 185-161. Но вот вражеский генеральский отряд. Опять-таки дает себе знать. Героическое поражение. Мы с вами отходим обратно. Надеюсь, что противник здесь не сможет дотопать до Генуи. Самая главная задача была это не дать противнику пройти Генуи. Нанять войска, к сожалению, не могу. И дети Морганы. Кстати, у них отряды-то сохранились. Пам-пам-пам-пам-пам. Надо нам где-то денежки сейчас родить, для того, чтобы нанять еще одни войска. Сомниты, братюня. А может быть вы мне что-нибудь там дадите вообще? Какие источники быстрых денег? Вообще у Рима могут быть. Добавить предложение. Разорвать оборонительный союз. А, так, так, так. Обсудить выплаты. Запросить выплату. Шанс низкий. Выплаты, дары. Надо что-то им предложить. Может быть сомнитым, а? Надо вообще мне было, знаете, перечитать ваши комментарии. Умеренно. Но они отвергли. Что бы тебе дать взамен? Прекратить торговлю, разорвать торговые соглашения, вступить в войну, снять статус протектората? Ха-ха. Предложить... Ну, хотя бы 500, брат. Давай на 500. Я не все равно отвергаю. Да, собаки не хотят делиться с нами. Вот такая вот печалечка. Ну, ладно. Сейчас посмотрим. Давайте тогда полководца грозные бойцы. Это кельгион фульмината. Добро. И полководца нашего прокачиваем, естественно. В полководце. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну, здесь гарнизон какой? Принципы. Гастата, 4 отряда. Плебс, Рорария, Левисы. В принципе, должны устоять. Даже если Вольки попробуют напасть. У нас, понимаете, здесь была безвыходная ситуация. Надо было все равно начинать этот бой. Но вот сейчас здесь будет еще у нас очередное сражение. Регион 4 Марция. Регион 3 Геркулия. Мы с вами нападаем на боев. У них союзников, естественно, никаких нет. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Да можно, в принципе, даже и в автоматическом режиме провести этот бой. Ибо они там хорошенько закрепились. Ну да, армия врага это в основном крестьяне-новобранцы. Поэтому тут ничего интересного. Проводим автомат. Обычный режим, наверное. Да, хорошо. И добиваем боев сразу. Сейчас, возможно, имеет смысл попытаться напасть сразу же на вторую армию. Убиваем пленных. Поработить пленных. Это нам, по-моему, дает поддержать нашу экономику. Обилие ровов может негативно связаться. Нет, мы с вами убиваем пленных. Опа. А у нас братья-нибудь отступают, на самом деле, да? Их надо бы добить. Правда, что меня может напрячь. Если у нас вот эта армия... Хотя она тоже состоит из крестьян-новобранцев, то нам потом надо моментально на Ареции выходить нападать. Все равно наша армия здесь, видите, не может, к сожалению, дотянуться. Убиваем врагов. Минус армия боя. Хорошо. Ну, вы сами помните, почему я принял такое решение, на них напасть. Очень уж они агрессивно закрепились на наших территориях, в Италии. Что мне, естественно, не понравилось. И бои были за это наказаны. Они, я думаю, могли понять, чем это все закончится. Хорошо. Наш Легион восстанавливается. Легион 4 марса пусть остается. Теперь мы с вами что думаем? У нас вообще проблемки с общественным порядком. Далее. Мне тут сказали, что если ты даже не полностью контролируешь регион, что если одно из поселений под протекторатом, то ты все равно можешь издавать эдикт. Слушайте, реально, у нас, видать, изданы эдикты 2 из 2. Поэтому я не могу здесь издать. Хорошо, потому что я таких нюансов игры, честно говоря, не знал. Ибо в Рим 2 заходил очень-очень давно. И вот после того, как я недавно поиграл, это и стало причиной начала нового прохождения. Мне прям, знаете, так очень хорошо. Понравилось. Итак, на Пизавр идет атака. Братюни наши. Пам-пам-пам-пам-пам. Бои, я смотрю, боевые товарищи. Не хотят они сдаваться. И Пизавр наш. Слушайте, а в Пизавре же, по-моему, были построены хорошие. Да, там же были построены хорошие казармы. Ох, бои. Вот это, конечно, это тупанол. Инсубра. Инсубра. Еще одна армия подходит к Генуе. Стоит. Вот сейчас интересно, что будет с Вольками. И нам надо сейчас ту армию подводить срочно. Либо ее распускать, либо ее полностью, это самое. Либо ее в бой вводить. Вольки, вольки, вольки. Вроде все нормально. Восстание Евгения. Восстание неминуемого Трули. Быстренько армия мы с вами. Можно было бы даже ее на ускоренном марше пускать на какого-нибудь. Пизавр под винетами. Охренеть. Охренеть. Офигеть, ребятки. Ребятки, ребятки, ребятки. Это винеты. У нас тут такие многоходовочки проводят. Слушайте, какой все-таки ушлый искусственный интеллект. Я вам так могу сказать. Винеты ждали, пока бои захватят Пизавр. И после этого они... Жесть. Жесть. Просто жесть. Что творит этот искусственный интеллект? Вы просто посмотрите. Они взяли и захватили Пизавр, который принадлежит нам. Вот так вот. Очень хитро и оперативно действует искусственный интеллект. Фу. Но Вольки отошли. Это радует меня. Тогда мы с вами можем тут спокойненько распускать отряд. Да, Вольки уходят на ускоренном марше. Нанимаем мы с вами тут Гастатов. Жесть. Полная жесть, ребята. Вот это да. Даем на имберская конница. Всадники. Велиты. Ладно, Велитов оставим. Союзные имберские прачники. И Гастаты, и Всадники. И наемные гоплиты. Гоплитиков мы с вами распустим. Далее наемную берейскую конницу тоже распускаем. Нам наемники не нужны. Римскую баллисту, наверное, оставим. Рорарии, в принципе, не нужны. Но так, чисто в качестве гарнизона их оставим. Да, вот это, конечно, поворот, друзья мои. Такую подляночку я не ожидал. Это было жестко. Это было очень и очень жестко. Такс, ну ладно, у нас что тут с вами с пищей? Пища вообще печаль, тоска. Надо тут строить что-нибудь на добычу пищи. Поэтому лепим с вами виллу в Анконе. Ладно, денежки ему поднакопим. В общем, в следующем ходу. Легион 3 Геркулия. Надо, знаете, как сделать? Наверное, разделить армии пополам. То есть часть передать Легиону 4 Марца. К тому же самому, да? Часть у нас пойдет... То есть часть нас полетцей. Часть идет на ареции, чтобы уже разобраться с боями. И потом нам придется с винетами еще тут до конца разбираться. Ну как они пизавр-то взяли? Вот отчаянный искусственный интеллект. На самом деле, отчаянные ребятки. Если бы у них там были мудрые правители, они бы поняли, почему я напал на боев. Но, видимо, ребятки не очень мудрые. Судя по их действиям. И решили тут под шумок, что называется, подтяпать под себя территории. Ну ладно, это все дороже обойдется. Ласпом все равно была цель. Захват. Не, я отказываюсь от атаки. Пусть братья не сами с ними воюют. Ох, Венеты, Венеты. Уже и флотилию перевели туда. Красавчики, молодцы. Я рад вообще. Прекрасный город, да, Венеты? Хорошо, и девушки прекрасные. В Гену у нас трущобы объявились. Владение оружием. Блин, а трущобы тогда мы с вами давайте снесемся на 500. Пам-пам-пам-пам. И карта такая, знаете, кроваво-красная появилась. Ну что, Ареции, настало твое время. Захватываем поселение. Как же я люблю музыку из первого Рима. Это просто шикарно. Реально такой кровавый закат над Италией. Так, разграбить, оккупируем поселение. Хотя бы здесь можно не переживать по поводу того, что твое соселение... Господи, поселение просто-напросто. И смотрите, эти собаки, они уже идут. Ха-ха. Они уже туда шли. Вы посмотрите, друзья мои. Они уже топали нас с полицией на ускоренном марше. Хитрожопые ублюдки. Ха-ха. Слушайте, я поражаюсь. Искусственный интеллект. Повышение ранга. Хорошо. Я просто поражаюсь, друзья мои. Строительство. Захвачено поселение. Ну все, с полицией наш. Теперь нам надо с вами вернуть себе пизаур, насколько я понимаю. Далее надо что-то с пищей разобраться. В Каринфе урон дальнобойный, атаки пехота ближнего боя. Возможность для найма. И здесь теперь гарнизонная муниципия. А что у нас с пищей? С пищей десяточка. Давайте возьмемся на Карфини. Да, ребята, вот такие вот дела. А вы думали, все так просто, да? Нет, тогда мы с вами, знаете, как сейчас, наверное, сделаем отставить Каринфе. Надо у нас в Ореции перестроить население стеклянной посудой. Здесь союзники Гастаты, боевые псы позволяют нанимать отряд всадников. Плюс у нас еще и рудник. Добавок ко всему Ореции. Ореция, Ореция, Ореция. Там у нас восставшая армия, по-моему, находится где-то. А где же у нас восставшие? А, вот они, латинские. Добавок ко всему еще и смотрите. Из-за того, что я отказался от атаки, ребятки просто-напросто не стали помогать идти на этих мятежников. Нормально. Тогда мы с вами сейчас немножко по-другому сделаем. Легион второй. Фульминато. Наймем здесь мы с вами принципов. Два отрядика. И потом будем бороться с этими мятежниками. Ну и следующая война у нас, получается, будет с винетами. Ибо я реально был очень сильно опечален такими действиями у противников. Далее нам надо с вами что-то сделать на получение доступа к легионерам стоимость всех ударных кораблей. Я тико, ребята, извиняюсь, что у вас тут наверняка слышно, какой у меня ремонт вообще идет. Сами понимаете, что происходит. И так у меня целый день. Я даже записать не могу, понимаете, озвучки, которые там, заказы происходят. В общем, такая вот жестокая тема. Ну что, прокачиваем в командира, сдаем ход. Да, я даже не думал, что ремонт второй так изменился, что у него реально стало интересно играть. Плюс еще карфагиняне потихонечку топают на нашей территории. Есть опасность, что торквини тот же самый могут захватить винеты наши любимые. Потому что, сами понимаете, стоит взять наемников себе, и все будет печально. Ну, точнее, не винеты, а буи. Трущобы в спалеце появляются. Давайте тоже их будем сносить. Трущобы в спалеце дали здесь поселение виноградник. Общественный порядок. Ну вот с пищей, с пищей, с пищей, с пищей. Пока что печалечка у нас на данных территориях. Но вообще, надо бы что-то на пищу взять. Наверное, здесь придется строить в спалеце еще одни какие-нибудь. Угу, текущий рост. Хорошо, в торквини армия стоит, люди Марвана. Мы с вами до нее дотопать не можем, получается. А если за Реция выйти? А если за Реция выйти, то как раз. Ребятки на ускоренном марше находятся. Попадают в засаду. По сути, бои сейчас будут ликвидированы полностью. Да, очень опасно, конечно, гулять. На ускоренном марше всегда это чревато последствиями. Добро добиваем пленных. Фракция уничтожена боя. Ну вот и все. Кто пошел против Рима, тот, соответственно, попался. Окей. Следующая цель. Это нам разобраться с винетами. В Гену и тем временем. Что у нас вообще происходит? Гена у нас будет еще с вами Потавий и Верцелы и Плаценция. Здесь у нас казармы Когорты, которые позволяют нанимать нам хорошие войска. Доход от горного дела, общественный порядок, доход от местной торговли и культурное влияние Рима. Вообще бы, конечно же, хочется и на пищу одновременно поставить. Да, потому что там доход от сельского хозяйства еще неплохой. Надо сейчас грамотно с экономикой все разобрать. Давайте тут мы с вами зернохранилище в Итрурии. Хотя в Итрурии нет проблем вообще с пищей. Хорошо. Можно тогда что-нибудь себе тут розозаход, доход от земледели, общественный порядок. Гражданское поселение и сельское поселение. Розозаход плюс два. Давайте тогда гражданское поселение построим. Денежки у нас заканчиваются. Ну и дальше нам необходимо вернуть себе пизавр. Как-никак. Потом с Потаевым еще разобраться. А у Венеты, надеюсь, там у вас союзников нет никаких. Да, и вы нас, в принципе, послабее. Но надо заранее создать уже хорошую армию, чтобы она состояла полностью там из принципов. Потому что гастаты, сами понимаете, устаревшие отряды. Я-то изначально думал, что я такой крутой. Я оказываюсь в Риме, я играю за Рим. И все меня должны бояться. По факту это оказалось немножечко не так. Тут меня какие-то варвары пришли, надавали мне леща. И Диодант был очень сильно расстроен. С Вольками бы замириться, потому что сейчас воевать с Венетами... Какой-то триумф. Тоже как-то нехорошо. Силы будут отвлечены. Нормально. Триумф. Класс. Вспоминается фильм «Балдиатор». Помните, там ты в полном приехал? Че, как будто с бодуна. Хе-хе. Все такие печальные стоят, конечно же. Задание прерванность. И надо полагать, что в Интере Сахрима следует захватить это поселение. Массилия. Началось вторжение. Опа. Вторжение. Хе-хе-хе. Ой, ехе-хе. Началось вторжение. Ладно, собираем войска. Кого тут с вами взять? Давайте кандидата. Пурпурь. Началось вторжение. Так, возьму-ка я ему, наверное, триарий. Триарий, да. С триариями как-то поуспешнее было, можно повоевать. Далее наемники. Наемники отдали. Кто тут у нас? Гастатор, Орарий. Давайте три отряда гастатор возьмем. Садников парочка. Слушайте, это все за один ход. Мне кажется, там сейчас будет очень-очень больно товарищам-ливийцам. Так, что у нас здесь? Пищи, все хорошо. Здесь бы, знаете, так чисто в экономику вложиться было бы неплохо. И смотрим, что у нас на западе. Массилия нормально. Два города, два поселения тут есть. Ну, армия Карфагена вообще рядышком находится. Эмпарион еще добавок ко всему. Так, и наша флотилия, любимая. Давай-ка ты куда-нибудь там высадишься уже. Куда-нибудь тебе пора оказаться. Вот тут у нас эгостатики есть. Вот их будет, знаете, гарнизон отправить в Геную и забыть вообще. Как раз у нас тут сейчас вилла построится. Мрамор 120. Общественный порядок заходствуем и строительство. И рост дополнительный. И доход еще будет добавок ко всему. Так, теперь по поводу наших любимых легионов третьего Геркулия. Ты у нас отправляешься в Пизу. Часть гастатов, я думаю... Давайте сравним. Принципы 114, гастаты 86. Не, ну явно, конечно, принципы лучше. Даже и по базовому боевому духу. 59 против 50. Ну тогда можно с вами просто самые неопытные отряды гастатов распустить, как вариант. Опытные пока что оставить. Потом уже, когда реформа полностью пройдет, тогда мы с вами, соответственно, гастатов и распустим. Так, с тем временем здесь у нас очередные трущобы появляются. А с пищей проблем никаких нет. С общественным порядком беда, правда, начинается. Там-там-там, доход от... Можно еще одну виллу поставить. Ну да, пища. Хотя тут пища десяточка, даже как-то странно. Давайте тогда на место собрания пойдем. Общественный порядок будет хороший. И... Рядом с Сан-Коной появляется армия винетов. Как-то, знаете, она будет менять на разные мысли. Гастаты здесь доступны для найма. Ну-ка, а здесь ты, братишка, можешь нанимать кого-нибудь хорошего? Да. Принципы, один отряд. Как-то меня это, ребятки, очень даже сильно начинает волновать. Венеты не собрались ли нападать на нас? Кельтские воины на ускоренном марше. Мне кажется, сейчас будет какая-нибудь очередная войнушка. Но как-то они слишком напористо, что ли, встали на границе. И армия Карфагена топает напрямую к нам. Так, инсубрыши гуляют. Нормально, пацаны гуляют по нашим территориям, как у себя дома. Так и должно быть кому-то. Меня радует вообще такая тема. Так, с новинеты ничего не сделали. Вольки, правда, захватывает не Маус. Маселе там песо сделает. Казна минус 3200. Проверкаем слухи. Хорошо, персонаж приобретает дурную славу. Слава. Хорошо, что за слава? Квинт Луцикурф. Белый олененок. Ваш полковод завел ручного олененка. Ходит за нее, как верный пес. Полковод заявляет, что лененок дар Дианы. Принести олененка. Ну давай тогда почтем твоего олененка. Посмотрим, что с тобой будет. Так, с пиздей тем временем, что у нас? Что-то там такое нехорошее. Какие-то вонялки происходят. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, с армией Карфагена уже. Недалеко от Массилия. Массилию тоже захватили Вольки. Лооо. Что-то Массилия сегодня нас вообще не радует, друзья мои. Как-то это все печально. Так, ладно. Теперь легион Иовия. У нас тут честь магонидов. Решили встать в гарнизоны. И как нам с ними с вами разбираться? Наемные балиарские прачники. Можно их просто перестрелять, по идее, и потом просто везти гастатов тех же самых. Давайте наймем армию, чтобы подстраховаться. О, блин, что тут страховаться? Там армия вообще дохлая. Без проблем. 510 человек всего лишь остается. Поэтому на обычном режиме их выносим. Все, честь магонидов. Давайте, до свидания. Какое-то странное ливийское вторжение. Самое лютое и опасное. Хорошо, второй ранг он у нас получает. Добро, братиня. Красавчик. Так, теперь по поводу твоей армии. Давайте тогда прачников распустим. Копейщиков я пока что оставлю. Но вообще здесь надо держать хороший гарнизон на будущее. Потому что пес его знает, чем все это закончится. Может быть, к нам Ливия там придет уже более мощная армия. Я не буду к этому готов. Так, здесь у нас пусть распространяется римское влияние потихонечку. Как у нас вообще с ним? Да, греческое. А, латинское растет. Греческое тоже внезапно растет почему-то. Легион 2 и Фульминато. У нас как здесь вообще с общественным порядком? Минус 11. В общем-то, легиону 3 и Геркуле сейчас необходимо обменяться. Войсками получить качественных принципов в своей ряды. Да? Как раз таки от тебя. Ну, стрелковые отряды нам не нужны. Как я думаю. Так, хорошо. Все. Легион 3 и Геркуле идет в Гену. И там перевооружается. Вы же становитесь в Пизо. И начинаете здесь бороться с мятежниками потом. Денежек у нас, как обычно, нет. По поводу Марция. Армия здесь стала в режим флотилии, да? Вообще нам надо как-то по-быстрому Блицкрик провести. То есть сразу взять Пизавр. Сразу пойти на Плаценцию. Отвоевать. И потом уже, чтобы смогли мы с вами спокойненько на Потаве перейти. Но тут каменные вороны еще стоят до бака всему. Давайте отправимся на разведочку. Посмотрим, что там творится. Творится. Пока что ничего нам не видно. Ну что, друзья. На этом мы с вами закончим нашу серию. Пишите свои мнения. Подскажите еще что-нибудь, если вы хотите. Я все комментарии читаю. С вами был Диодант. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Комментируйте. Всем удачки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok